На самом деле, за последние полтора года социальные медиа настолько прочно вошли в мою жизнь, что, наверное, я больше нахожусь в своей недавне. Я, безусловно, понимаю, что я нанес ущерб себе, своей семье, своему воспитанию своих детей. Но так сложилась ситуация, что ровно полтора года я прожил в Фейсбуке. Я прожил в Фейсбуке, в отличие от, наверное, людей, которые пытаются с кем-то познакомиться, занимались бизнесом. Удивительная вещь. Она началась из-за того, что когда-то я прочитал заметку, что одна девушка в Фейсбук создала кадровое агентство. Это была Алёна Владимировская, которая была 2 недели назад у нас на бизнес-завтраке. Я говорю, ну как же так, Фейсбук, какой-то бизнес-агент, сайт или что-то такое. Вообще, два слова скажу себе. Последние 20 лет я работаю в банках, последние 10 лет я председатель управления банков. И вот буквально, наверное, сколько месяцев назад я уводился окончательно с банков с должностью председателя управления хим-эксимбанка в Москве здесь. Предпоследний банк, это совладельцы банка. И, знаете, это такой момент, когда ты понимаешь, что есть что-то другое. Вот здесь, когда мы говорили о личных стратегиях, помните, мужчина сказал, что есть такая главная штука, как я себя чувствую, как я буду себя ощущать в этой стратегии своей жизни. А вот, мне кажется, наступил такой момент, когда я ощутил, что то, что я делаю сейчас вне работы, дает мне гораздо больше сил и энергии, чем те замечательные 2 смс-ки, переходящие в месяц, которые подтверждают пополнение моего текущего счета. Переходя от этого к проекту «Бизнес-завтор», я хотел сказать следующее. Мы сегодня живем в новую эру, прям настоящую новую эру цифровых технологий. Мы сегодня настолько дигитализированы, что мы даже сами на самом деле не верим в это. Мы превратились в профиль в социальных сетях. Это есть и плохо, есть и хорошо. Огромная сейчас идет кампания о том, что давайте выходить в социал-медиа, «Кока-кола» делает такие насадки на шею, чтобы невозможно было в телефон, вы видите, посмотреть на близкого. Как как-то собачка. Да-да-да, давайте, вот такой полукруг одевает, семья приходит в ресторан, и им дают эти штуки. Сейчас есть рестораны, которые пользуются больше, огромные скучные, где нет Wi-Fi. Просто у нас нет Wi-Fi. Среди деловых кругов появилась такая шутка, что кладем все телефоны во время ужина, кто первый сватит, тот платит. То есть мы пытаемся бороться. И вот борьбой с социал-медиа явился создание проекта «Бизнес-завтрак». «Бизнес-завтрак» – это рассказ о личном успехе. Я себя считаю человеком, который обязан рассказать всем людям о том, что успех достижим. На самом деле нет ничего сложного в этом. Для того, чтобы люди в это поверили, в это должен был поверить я сам. И я в это сам проверил по одной простой причине, что я стал приглашать каждую неделю человека, гостя успешного человека, который стал рассказывать о своем успехе. И каждую неделю, слушая о том, что они говорят об успехе, выявляются закономерности. Эти закономерности успеха являются маленьким путем к успеху. Самое главное – не бояться этого дела. А как об этом рассказывать? Надо было что-то делать. Таким образом, ты произошел. За эти полтора года я прошел самоучитель игры на баяне под названием Facebook. Но это маленькое краткое вступление хотелось бы сказать вот о чем. Мы сегодня абсолютно находимся в состоянии белого шума информационного. Информационный шум настолько велик, что все средства коммуникации, любые, вот даже сейчас здесь находясь, вот вам рекламу, то есть вы проходя, уже она забивает вам мозг. Мозг научился отфильтровать. И фактически он делает только то, что вам по запросу. Возникает новое течение в менеджменте. Если мы говорили раньше о том, что был там менеджмент технологий, там Тейлок, был потом Файоль, который говорил о том, что надо работать. Сегодня уже все забыто. Сегодня мы говорим о том, что менеджмент находится в социал-медии. Вам надо уйти. Да, спасибо, да, приходите к нам еще обязательно. И по большому человеку, человек переместился в центр. Он сегодня окружен медиа, интернетом, общественным мнением, коммуникациями. Все, что нас окружает, это есть воздействие на наш мозг. Средством донести, продать, зацепить, как-то вовлечь, для того, чтобы мы сделали тот шаг, который проплачен заказчиком. Заказчиком в виде Самара, заказчиком в виде ТОП-2. Мы вас затащили сюда, чтобы сегодня вам рассказать о том, что является трендами, чтобы вы не использовали в своей работе, чтобы вы сказали, что вам это нужно, что вы проплывали другим, чтобы не приехали, проплывали, не проплывали. Но самое главное, самое страшное, заключается в том, что сейчас идет кризис. Кризис идет везде, во всем мире, несмотря на то, что там, как говорится. И уже сегодня многие говорят о том, что либо вы падаете быстрее рынка, и умираете быстрее рынка, либо вы падаете ниже скорости падения рынка, и выживаете одним из последних. Чтобы выживание происходило, существует сегодня самый главный признак провала или фейла, то есть разваления брендов, это уже не конкуренция. Это потребители, клиенты, как потребители внутренние, так и потребители внешние. И вот здесь самое главное, сегодня я бы вернусь к выступлению Олега. Спайка маркетинга и HR наступила в том месте, что маркетинг говорит о том, что мы говорим о себе вовне, во внешний мир, то, как нас воспринимает. И то, что мы говорим себе вовнутрь, то, что говорим мы свою компанию. Если мы не смогли продать в компанию четкого позиционирования, а оно должно быть априори, я сейчас об этом не говорю, мы считаем, что оно у компании есть. И если ты не смог его донести до своих подчиненных, которые разделяют его, вы знаете, в этом случае всегда привожу простой смешной анекдот, когда экскурсия по нас, а какая-то уборщица, там что-то многое, что вы здесь делаете? Это космический корабль. Что? Творник. Не важно. Это значит с бородой. Анекдот. Там можно говорить про горком КПСС. Мы запускаем корабли. То есть цель такая, чтобы каждый понимал, куда идет компания. И если компания будет понимать, куда она идет... У нас сегодня был какой-то отличный был кейс. Вот со Станиславом сегодня общались, группа из какого города? Из Иркутска. И я ей задал вопрос. Кстати, вопрос тоже, здесь же есть владельцы и директора компаний. Запрещаете ли вы своим сотрудникам во время работы сидеть в социальных медиах? Они говорят, да, мы запрещаем. Тогда представьте, если бы они сидели в социальных медиах, это вам был бы плюс. О, конечно, бы все разрешили. Так, сегодня задача следующая. Сформировать вовне, посредством взаимодействия со всеми медиаканалами, адекватное расприятие. Донести позиционирование во внешнюю среду. Компания, где во внешнем рынке сегодня самое главное взаимодействие с потребителями. Если раньше мы 90% времени ходили по магазинам и выбирали, то сегодня мы 90% времени сидим в интернете и читаем. Вадим сегодня приводил очень интересную классификацию, пользу телевизора в интернете. Мне бы хотелось лишь подтвердить следующее. Если вы, как владельцы компании, собственники бизнеса, сможете сделать из своих потребителей, а как это сделать, если инструменты адептов или проводников своей идеи, вы, безусловно, будете вне конкуренции. Вы будете иметь конкурентное преимущество. Таким образом, возвращусь к самому главному посылу, который я хотел сказать. Позиционирование в компании, донесенное вовнутрь компании, где все посредственные чар-технологии понимают, куда идет компания. Используют все свои социальные ресурсы, личный профиль, корпоративные блоки. А самое главное, господин директор и владелец понимает, что от него, и он является главным чаром, зависит, насколько компания выглядит во внешнем мире. Это все легко доносится посредством медиа-канала. Сегодня существует три важнейшие стратегии. Стратегия того, что мы хотим сказать. Креативная стратегия, каким образом мы хотим сказать. И коммуникационная стратегия, где мы это хотим. Эти три простых шага позволят вам сделать ваш месседж вовнутрь компании и вне компании абсолютно прозрачным, понятным и понимаемым. И взаимосвязанным. И взаимосвязанным с друг другом. Вы знаете, мне здесь хочется нарисовать такую пирамидку, логотип Иньян, где в HR и компании, и внешний рынок, и маркетинг они абсолютно заняты. В очень кратком режиме. У меня еще есть? Еще одна минута? Одна, да? Тогда я сейчас быстренько открою последний слайд, который я хотел показать. И на этом, да. Ну, почитайте, пожалуйста, коммуникационный менеджмент. Комьюнити менеджмент. Новый термин. Хаб менеджмент. Абсолютно новое течение. Управление медиапотоками. Слово хаб, это английский, ну, понимаете, да? То есть, узел. Француз, который сегодня занимается продвижением... Это очень интересно. То есть, поэтому... Я бы хотел в двух словах последний остановиться вот на самом... Завершить коммуникационными трендами. Компании, которые смогут привлечь влияние потребителей, привлечь своих агентов влияние, станут победителями в самое ближайшее время. Тренд. В настоящее время информация распространяется мгновенно через все большее число разнообразных медиаканалов. Невозможно сегодня сказать «Я везде». Такого не бывает. Мы опять же сегодня говорили в этом мастер-классе. Выбираем, где концентрируемся и работаем. Старые методы и модели коммуникаций не работают и никакого не... приносят тут результаты. И самое главное первое лицо компании должны изобретать общую с клиентами co-creation стратегию для того, чтобы оставаться актуальными. Кратце, как вы сказали. Друзья, есть ли к роману вопросы, идеи, комментарии, желания? Правильно ли я понял роман, что эта история позволяет зарабатывать на продвижение на трассе? Безусловно. Когда возвращаясь к первой схеме, которая сегодня у нас уже была. Ну, вот она. Где компании, которые имеют четкий оппозиционер занимает SMM, сегодня на самом деле здесь с Вадимом можно чуть не согласиться, тренд безусловно ушел сюда. Это не только SMM, это все медиа, интернет и любые другие каналы. Если у компании спозиционирование однородно воспринимается во внешней среде, она вне конкурента. То есть, не конкуренты ей, враги. Враги потребители. Если потребители начнут писать негатив, а... Можно я тогда встречную? Две секунды. Настя сказала прекрасную вещь. Ты никогда не наймешь столько SMM-менеджеров для того, чтобы поддерживать твою страницу. Сколько у тебя клиентов? Клиентов всегда будет больше. Если они начнут писать тебе негатив, ты с этим ничего не сможешь сделать. Встречная. Мне кажется, что не клиент является врагами компании, а компания сама становится своим врагом, если не может нормально объяснить клиентам, почему он из себя представляет. Абсолютно верно. И это самое важное. И у меня есть еще один вывод, когда я это делал. Дело в том, что сотрудники компании, в большом-то счету, это, наверное, главные адепты. Должны бы быть. Да, было бы правильно, чтобы они были адепты. Если они не являются адепты компании, и то, чем они занимаются компанией, то это значит, что либо компания выбирала не тех сотрудников, либо не бывает либо. Есть только одна ошибка. Когда я сегодня спросил директоров, кто является HR-директором, кто определяет принципы работы с персоналом, они сказали, вы чё, аж директор, конечно. Я говорю, нет, это вы. Сегодня тренд, не существует HR-директоров. Генеральный директор главной часть компании. Это самый главный тренд в следующем времени. Из чего может быть делать следующий вывод, что генеральные компании могут в ближайшее время и уже приобретают совсем иные начертания. Абсолютно. Они распределяют по географическому отраслевому прочим признакам, а сейчас существуют в виде распределённых лекоманов. В интернете. Но как раньше работают как организация. И это, собственно, расследование считает, о котором мы будем говорить, и это правда уже нет. Нет клиентов встал, потребители самое главное на них концентрируются. Тоже такой внешней коммуникации, будут ли они кому как-то всё сделать. И вот я хочу собрать всё-таки самый главный информационный этап компании это первое лицо. Как только он явно и чётко рассказал о том, что он хочет, куда он идёт, компания в ней помогает. Спасибо большое. Спасибо.